Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 6.00 данные по промышленному производству в Германии, в 14.00 индекса активности производственного сектора Канады. Еще один релиз для разогрева перед выходом данных по рынку труда Канады, который мы ожидаем в пятницу. Это все акцент на перспективу пары USDCAD. Напомню, что я верю в рост этого дуэта активов и все еще смотрю на тестирование как целевой ориентир отметки 1.4. И также сегодня выйдут данные по запасам нефти США в 14.30 по GMT. В целом на финансовых рынках за последнюю торговую сессию ровным счетом ничего не изменилось, ничего не произошло. Никаких важных фундаментальных событий, никаких серьезных релизов. Волатильность только остается достаточно размашистой, большой, значительной. Но эта волатильность больше сводится к тому, что рынки корректируются после тех панических распродаж, которые мы наблюдали в пятницу и в понедельник. И уже по праву назвать черную пятницу как день и черный понедельник. Настроения улучшились, большинство мировых фондовых индексов компенсировало большую часть потерь. Я думаю, что тут локальный позитив на финансовых рынках сохранится. В этом есть большой плюс. Мы все-таки возвращаемся к нормальным ценовым тенденциям и к возможности нормального анализа привычных фундаментальных факторов, когда сможем сфокусироваться на траекториях изменения ключевых процентных ставок и на действиях национальных регуляторов без каких-либо локальных форс-мажоров. Я очень надеюсь, друзья, то, что нам не придется через какое-то время вновь говорить о реализации какого-то форс-мажорного события, например, эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс доллара текущей котировки 103 пункта. Напомню, что очень сильно трейдеров разочаровал пятничный отчет по Non-Farm Pearls. Мы уже много раз о нем говорили. Он подсветил явные проблемы в американской экономике и стал признаком того, что экономика США может столкнуться с жесткой посадкой, а не мягкой, как говорил Джером Пауэлл. И большинство аналитиков уверены в том, что Пауэлл в очередной раз упустил очень хороший момент для того, чтобы скорректировать вектор национальной денежной политики. Теперь есть высокая вероятность наступления рецессии в США, если картина будет точно такой же мрачной. Но я, честно говоря, конечно же, учитывая мое отношение к идее продажи доллара, мог бы с особым энтузиазмом сейчас транслировать идею того, что рецессия неизбежна. Но этого делать не буду, потому что все-таки есть объективные предпосылки, указывающие на то, что в американской экономике не совсем прям все так плохо. Например, последний отчет по индексу активности АСМ в сфере услуг, который оказался гораздо лучше, чем ожидали аналитики и эксперты, восстановление со 49,6 до 54 с небольшим. То есть индекс выбрался в зону роста и преодолел вот этот период затяжного падения. И я бы даже сказал сейчас, что в текущих условиях нам лучше не спекулируют на идеи того, что экономику США ждет неизбежный спад. Нам лучше говорить о том, что ФРС, который уже столкнулся с тем, что условия ухудшились и осознал то, что он упустил возможности для своевременного смягчения экономической политики, будет наверстывать. А это значит то, что Фидезьерову просто придется агрессивнее снижать ключевую процветную ставку. Вот это основная идея, которую я буду дальше транслировать. Аналитики JP Morgan, Citi, Wells Fargo, Bank of America, они все за то, чтобы в сентябре ставку ФРС снизилась сразу на 50 базисных пунктов. Напомню, что я подсвечивал возможность реализации такого сценария еще ранее, сразу же после выхода данных Non-Farm Perils. И сейчас это становится уже как бы основным ожиданием, присутствующим на рынке. Не забывайте, друзья, про это. Может быть, кому-то хочется купить индекс доллара, может быть, кто-то считает, что все с распродажами уже покончено, но это не так. Смягчение экономической политики – это то, что обычно бьет по позиции национальной валюты. А если мы говорим о агрессивном смягчении, когда ставка снижается за один раз, не на 25 базисных пунктов, а на 50, это точно может подкосить доллар и спровоцировать, как минимум, еще одну волну распродаж американской валюты. А дальше уже все будет зависеть от того, как далеко может зайти ФРС в осознание того, что в экономике не так уж все и хорошо, и нужно ее стимулировать. Сколько будет еще подобных снижения процентной ставки до конца года? В ноябре-декабре в совокупности ее уже могут скорректировать на 1%. Поэтому подумайте, стоит ли сейчас выкупать американскую валюту. Золото – 1386 долларов за тройсконсул. Я не буду противоречить сам себе, учитывая тот сценарий, который я обозначил по американскому доллару, нужно понимать, что между долларом, доходностями трежерис и золотом есть корреляция, то есть золото всегда растет, когда снижаются доллары и доходности американских облигаций. То, что у нас сейчас на горизонте по поводу действий Федрезерва – это условия для именно ослабления американской валюты и снижения доходности трежерис. В принципе, если посмотреть на среднесрочный тренд, мы не наблюдаем эти тенденции сейчас. Золото сохраняет потенциал для роста, и я все еще смотрю на то, что этот актив может обновить исторический максимум, причем очень скоро. Европейская валюта против доллара. Был вопрос в комментариях относительно перспектив евро. Текущие котировки 1.09.15, и учитывая то, что очень много в последнее время слабой макроэкономической статистики, сейчас заманчиво евро продать. Действительно, вчера вышел индекс, составной индекс по делуактивности в еврозоне, худший показатель за последние 5 месяцев, причем снижение уже 4 месяца подряд. Это определенные предпосылки для того, чтобы экономика ЕС продолжила балансировать на грани рецессии. Вроничные продажи резко снизились на 0,3%, что тоже может негативно отразиться на показателях экономического роста. Но нюанс в том, что европейская валюта легко может проигнорировать национальный фундаментальный фон и сфокусироваться на том, что будет происходить с долларом. Поэтому я не отказываюсь от идеи того, что слабость доллара может поддержать рисковые инструменты, такие как евро точно. И я бы сказал, что у пары евро-доллар сейчас куда больше шансов повторно протестить отметку 1.10 и, кто знает, может быть даже обосноваться над данным рубежом. Доллар канадец здесь все без изменений 1.3767. Коррекция, которая произошла за последние несколько торговых сетей, считайте это подарок для тех, кто раньше упустил возможности и не открывал длинные позиции. Рост остается приоритетным движением для валютной пары. И сегодня ждем, как уже было отмечено, индекс производственной активности по Канаде, а в пятницу данные по рынку труда. Вся эта статистика может приблизить нас к тому решению, которое примет Банк Канады по дополнительному смягчению экономической политики. Добавляем сюда еще рынок нефти, который прям так и просится на тестирование 75 и может быть даже движение еще ниже. Поэтому 1.40 это более чем реалистичная цель. Доллар иена 147.40. Я за идею дальнейшего снижения на фоне уже явных действий Банка Японии, направленных на ослабление давления на курсы национальной валюты, ужесточение монетарной политики продолжится. Будет каждый месяц снижаться программа количественного смягчения. Это уже анонсированный план действий японского регулятора. Инфляция выше целевого ориентира, поэтому нет причин у регулятора менять риторику. Поэтому валютные интервенции, намек на то, что Банк Японии и Минфин постоянно присутствуют на финансовом рынке и готовы в любой момент вмешаться, оставят прессы на эту валютную пару. Поэтому в целом ориентир 140 также актуален. Американский фондовый рынок S&P 500, 505 313 пунктов сейчас. Я поддерживаю идею роста. Ранее комментировал то, что купил уже этот индекс с целевой отметкой 5500 и выше. Думаю, что позитивная динамика будет в ближайшей торговой сессии характерна для всей секции фондовых индексов США. Не только для S&P, но и для NASDAQ и Dow Jones. И рынок нефти 76,60. Жду закрепления ниже 75 долларов за баррель. Как ни крути, но опасения относительно перспектив роста китайской экономики США. Основных потребителей нефти в мире никуда не делись. И эти регионы, опять же, тучи, которые нависают над экономиками этих стран, будут оказывать негативный эффект на рынок черного золота. Жду развития нисходящей динамики. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!